Всем привет! Мы в Белгороде запускаем СБИС Преста в классном ресторане «Башня». Походу ответим на самые актуальные вопросы и докажем, что запуск со СБИС – это очень легко. «Башня» – это отдельный клиент, он очень интересный. Клиент работал в трех системах, узнали боль клиента, изучили ее и предложили как раз-таки Преста, который объединяет все в одну систему. Переход на СБИС Преста – это просто и быстро, мы действуем по четкой отработанной схеме. Проводим предпроект, оцениваем все участки производства и проверяем совместимость оборудования. Настраиваем и проверяем оборудование в офисе Тензора, подключаем оборудование у самого клиента. Проводим обучение персонала, сотрудников зала, бухгалтера-калькулятора, управляющего и руководителя и сопровождаем запуск. К нам приходят достаточно крупные клиенты, и мы проводим некий предпроект. Для того, чтобы полноценно обследовать бизнес-процессы клиента, есть ли отдельное рабочее место у хостес, будет ли оно оформлять бронирование, как повара планируют свои заготовки на следующий день, полуфабрикаты, как они отмечаются фактически по приготовленной продукции. Вот все, что мы узнаем у клиента, мы это все проецируем в программу СБИС. На основе этого предпроекта уже идет полноценное внедрение. Запустить пресс-то можно на действующем оборудовании клиента, или мы подберем и установим нужное сами. У Тензора филиалы и центры технического обслуживания 100 регионов. Перед нами сейчас четыре пост-триминала ТОУДЖАЛС. Это оборудование клиента. Сейчас я буду подготавливать их, чтобы завтра уже на месте у клиента я не тратил время на настройку. И, соответственно, быстро все поставил, клиент авторизовался и начал работать. Еще в офисе наши инженеры проверяют оборудование, устанавливают драйвера для кассы, сканеров и принтеров-чеков. Также мы проверяем наличие актуальных прошивок. Все это нужно для того, чтобы после запуска оборудование работало надежно и без перебоев. Все, готово. Можно ехать клиенту. Ресторан-башня – это два зала на 150 посадочных мест. Это огромная кухня из нескольких цехов. С собой мы привезли очень много оборудования, и чтобы грамотно запустить без пресса, мы приезжаем задолго до официального открытия. Заранее настроенное и подготовленное оборудование в заведении останется только поставить и включить в розетку. Так мы экономим время на настройку в самом заведении и не парализуем его работу. Инженер, конечно, еще раз проверит оборудование и проведет тестовую продажу. На данном этапе мы добавим оборудование. Нас интересует контрольно-кассовая техника. У нас производитель АТО. Заходим и выбираем нашу модель. АТО и ФКИН 22 ПТК. Неважно, с какими кассами ресторан работал до СБИ, с пресса подходит для любого оборудования. Нет потребности тратить деньги и закупать новое. Особое внимание уделяется автоматизации кухни, ведь даже в небольшом заведении есть несколько участков производств. И важно, чтобы слипы по заказам приходили к нужному повару и быстро. Вообще мы можем добавить принтеры с любым типом подключения. USB, LAN, Wi-Fi. Мы сделаем так, как удобно клиенту. Обучение официантов проходит в формате живого диалога. Задают вопросы инженеру. Как работать с бронированием? Как пересадить гостей за другой столик в программе? Как принимать заказы? Обязательно перед самим обучением мы уже настроили заранее бэк-офис. И официанты уже обучаются на боевом таком аккаунте. То есть фактически это их рабочее место полноценное, это их меню, это их схема зала. Мы официантов не бросаем на работу самостоятельно с программой. Мы их ведем за руку, собираем группу из пяти, может быть, чуть больше людей. Рассказываем о каких-то фишках, удобствах, как можно быстрее обслужить посетителя, гостя. Получается принцентное обучение. Ну, как в школе. Когда мы заходим в блюдо, мы можем указывать курс подачи. То есть он у нас будет готовиться первым. Также можем указать комментарии. Допустим, хотим без лука, либо без зелени, либо еще какое-то пожелание клиента, которое увидит повар. Нажимаем «Готовить». Все, у нас блюдо уходит на участок производства. Теперь официанты башни будут принимать заказы еще быстрее. Прямо у столиков приложение «Мобильный официант» устанавливается на любой планшет или смартфон. Мне лично удобно. Я работала почти со всеми. И с планшетами я работаю. Это очень больше экономно. Ну, естественно, есть какие-то нюансы. Привыкнуть надо. После официального запуска мы не бросаем клиента ни в коем случае. В течение двух недель за ними будет закреплен ответственный инженер, который будет отвечать на вопросы сотрудников всего заведения. Мы проводим контрольную инвентаризацию, смотрим, как у нас списываются ингредиенты. Мы помогаем заполнять документы инвентаризации. Но даже после этого мы клиента не отпускаем. Фактически он может в любой момент времени, время дня ночи обратиться в техническую поддержку с помощью телефона, с помощью чата, с помощью личного кабинета своего, либо любого мессенджера. Она бесплатная абсолютно и работает 24 на 7. Преста продавать огромный кайф. Это действительно клевый продукт, который решает все боли и потребности клиентов. Ну что ж, мы покидаем Белгород. Впереди новые города, потому что со СБИС Преста работают тысячи заведений по всей России. Так что не прощаемся. Продолжение следует...